Интерес брестского зрителя к премьере спектакля ФРО очевиден. Мамы с детьми, молодежь, представители среднего и старшего поколения. Кажется, что история молодой женщины Ефросинии Вставьевой, оставленной мужем, объединила всех и вся в зале кукольного театра. Каждый из присутствующих хотел услышать и увидеть ответы на свои вопросы. Но пока зрители постепенно усаживались на свои места, в гримерке заканчивались последние приготовления к спектаклю. Главные действующие лица Оксана Чевелева и Константин Крештопович настраивались на историю, которую им предстояло показать на сцене. Всего своего возраста это было достаточно просто, потому что в принципе я не намного старше героиню. И какие-то чувства в своей жизни тоже испытывала, поэтому это было близко мне. Не скажу, что было легко, конечно, было достаточно сложно, потому что роль главная, роль эмоциональная, но очень интересная. Я играю мужа Фро Федора. Это вообще спектакль о любви, о любви на расстоянии, как люди чувствуют друг друга по ту и по другую сторону железной дороги, так сказать. Роль такая, много переживаний надо больше переживать, чем что-то играть. Для Оксаны Константина спектакль Фро знаковый. Во время репетиции молодая пара готовилась к бракосочетанию, а накануне премьеры поженилась. Поэтому для них это философское прочтение Платонова «Вдвойне о любви». Фро – это третья работа брестских кукольников с Большим театром кукол и режиссером Русланом Кудашовым, которая поднимает насущные темы – темы жизни, работы, темы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. По словам художественного руководителя Михаила Шавеля, это важный проект и большая удача, как для родного театра, так и для брестского зрителя. Если вы посмотрите спектакль, это сочный, свежий звучит язык, который необычный у нас, непривычный. Но он написан, это повесть в 1937 году, что в Брестском театре интересно и любопытно. То, что совпало все – режиссер-постановщик интересный, художник-постановщик, впервые мы работаем с Мариной Завьяловой, и музыкальное оформление Владимира Бочковского. Ну и исполнители наши, хотя бы спектакль на постановку времени этого делается очень ограниченно, но все сошло, все получилось. Поэтому спектакль есть, живет, и вот сегодня очередной премьерный показ. Я думаю, что это творческая удача не только к удашованию нашего театра. История молодой женщины, оставленной мужем, уехавшим строить коммунизм или еще что-нибудь, на сцене Брестского театра «Кукол» была проиграна в камерной обстановке, на высоком эмоциональном уровне. Почти безмолвный, построенный на игре света и тени. В шикарном музыкальном обрамлении спектакль точно передал атмосферу и стилитику далекого 2007 года. Далеко и надолго, почти без возврата, паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставании. Примерный показ спектакля «Фрон» на сцене Брестского театра «Кукол» прошел уже трижды. И каждый раз после окончания игры актеров зрительный зал аплодировал стоя. Учитывая такой успех, руководство театра приняло решение включить спектакль в фестивальные движения, как в стране, так и за рубежом. Кроме того, «Фрон» станет номинантом на национальную театральную премию. Безусловно, этот спектакль войдет в историю Брестского театра «Кукол» как один из самых философских, точно передающих через куклы взрослую историю.